приветствую вас на своем канале в этом видео рецепте я вам покажу как сделать вот такой замечательный тортик монастырская изба если вам интересен этот видео рецепт оставайтесь вместе со мной до конца видео ролика посмотрим как его сделать для приготовления тортика монастырская изба нам понадобится 3 стакана муки уже просеянной 1 стакан сметаны любой жирности 250 грамм 250 грамм сливочного масла или маргарина ваниль по вкусу для крема нам понадобится 500 600 грамм сметаны самой жирной можете взять лучше домашние 1 стакан сахара 200 грамм и я еще добавлю сливочного масла 200 грамм для начинки нам понадобится вишня у у меня вот такое жидкое варенье литровая банка здесь у меня получится в итоге где-то 700 800 грамм вишни вы можете использовать как замороженную так и свежую в этой миске три стакана муки теперь берем терку немножко ее вот так вот мукой обмазываем чтобы масло не прилипало и берем на большую терку если хотите масло можете изрубить при помощи ножа теперь руками перетираем масло с мукой в крошку работать нужно быстро чтобы масло не растаяло вот такая крошечка мелкая у нас получилось теперь делаем углубление и сюда же отправляем сметану замесим тесто когда тесто взялось одним комком немножко его вымешиваем на столе до однородной массы замесили тесто оно не должно быть сильно крутое то есть оно должно смотрите оставаться мягким и буквально немножко липнуть к рукам но за счет того что оно очень жирное все равно оно не будет прилипать к столу и к вашим рукам но немножко вот такое липковатое разделяем тесто на 15 частей и формируем шарики и кладем какую-нибудь емкость разделив на 15 приблизительно одинаковых частей накрываем пищевой пленкой отправляем в холодильник минимум как на полчаса а то и на час пусть тесто охлаждается перед тем как готовить крем нам нужно подготовить сметану для этого нам понадобится какая-нибудь глубокая емкость у меня вот такая миска марля сложена несколько раз и деревянная лопатка кладем сюда марлю и отправляем на нее сметану теперь крест-накрест мы завязываем концы нашей марли делается для то это для того чтобы лишняя жидкость стекала из сметаны таким образом она становится гуще вот таким вот образом на несколько узелков завязываем вот смотрите уже начинает стекать лишняя жидкость теперь в этот узелок нужно нам продеть лопатку вот так и вот так мы ее подвешиваем получается у нас вот такая конструкция подвесили нашу сметану теперь вся лишняя жидкость будет сбегать в эту миску ставим эту конструкцию на полчаса в холодильник пусть жидкость течет прошло у меня где-то минут сорок смотрите сколько жидкости у нас из сметаны стекло убираем ее в сторону берем лопатку развяжем марлю смотрите какая густая консистенция у нас получилось я когда-то тоже делала монастырскую избу и так не сделала и поверьте у меня крем полностью стек из торта в поднос поэтому лучше сделайте так чтобы лишняя жидкость у нас текла и торт и крем получился плотный по консистенции миску кладем сметану сметане отправляем сахар и немножко ванильного сахара все хорошенечко перемешиваем и и оставляем на 10 минут сахар в сметане раствориться должен раствориться прошло 10 минут смотрите без взбивания миксером сахар в сметане практически полностью растворился уже мягкое масло режем на небольшие кусочки и добавляем к сметане с сахаром и теперь будем взбивать миксером до однородной массы добавляем еще небольшой кусочек и взбиваем вообще в классическом рецепте монастырской избы крем не добавляется сливочное масло вы смотрите по желанию можете добавлять можете не добавлять взбиваем и таким образом добавляем полностью весь кусочек масла отправляем на полчаса его в холодильник пусть застынет теперь подготовим вишню у меня вишневое варенье оно очень жидкое берем миску дуршлаг делаем вот такую конструкцию и сюда отправляем вишню оставляем на некоторое время пусть вся жидкость сбежит если вы будете использовать замороженные ягоды точно также ставите миску дуршлаг сюда высыпаете замороженные ягоды они будут размораживаться жидкость будет стекать в миску и потом в конце обязательно добавьте две столовые ложки крахмала к ягодам таким образом в ягодке будет сохраняться сок и при выпекании он не будет вытекать из ягодки также рекомендую к замороженной вишне добавить несколько ложек сахарной пудры чтобы вишня не было сильно кислая потому что у нас тесто будет не сладкая туда мы вообще не добавляем сахар я использую вишню то есть весневое варенье которое уже естественно сладкая поэтому лучше в кислую вишню добавить несколько ложек сахарной пудры достаем охлажденное тесто берем по одному кусочку остальные пусть встает в холодной емкости из шариков делаем небольшую колбаску длинненькую теперь раскатываем их на серединку мы выкладываем вишенки по всей длине нашего теста начинаем защипывать наши края вот таким вот образом и сейчас же в это время ставим разогреваться духовку до 180 градусов чтобы она была заранее разогретая прикладываем эту колбаску швом вверх на противень обязательно швом вверх если вы положите швом вниз то когда тесто будет увеличиваться в объеме могут расходиться вот эти края и сок который будет выделяться из вишни он будет просто вытекать а если будут расходиться вот так вот швы то они просто разойдутся а сок не будет вытекать продолжаем делать вот такие трубочки приблизительно одного размера со всеми нашими подготовленными кусочками 15 трубочек готовы отправляем их в разогретую предварительно духовку до 180 градусов на 15-20 минут нужно смотреть чтобы они просто стали золотистого цвета и все и вынимать все буквально 15 минут наши трубочки готовы там где швы немножко по расходилась тесто сок так и остался внутри трубочки который выделился в процессе выпекания оставляем трубочки при комнатной температуре пусть они полностью остывают приступаем к сборке тортика низ подноса я смазываю кремом чтобы наши трубочки не скользили по нему я выпекала 15 трубочек поэтому на низ я буду ложить 5 трубочек так как мы будем строить такую небольшую пирамиду перемазываем этот слой кремом хорошенько смазав первый слой мы накладываем 2 4 трубочки смазываем кремом кладем третий слой три трубочки и снова все смазываем кремом четвертый слой две трубочки и снова слой крема и последний пятый слой одна трубочка и слой крема хорошо промазали весь тортик со всех сторон украшаю тортик тертым шоколадом отправляем тортик в холодильник минимум как на 10 часов он должен очень хорошо пропитаться я всегда его готовлю ближе к вечеру и оставляю пропитываться на целую ночь вы можете поступить точно так же как и я вот так тортик монастырская изба смотрится в разрезе я его уже попробовала он очень вкусный сладкая вишенка несладкое тесто легкий крем очень в общем вкусный тортик рекомендую вам когда-нибудь такой приготовить если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями я желаю вам удачи всем пока пока